Семинар посвящен, ну, относится к курсу Revit Structure, который скоро у нас стартанет, вот, и, в общем-то, какая постановка проблемы у нас будет, ну, я уж не стал там про себя говорить, вот, значит, вообще, друзья, в целом на курсе Revit Structure у нас, в основном, значит, чего будем делать? Будем готовить модель под нужды разделов KG и KM, больше, наверное, все-таки про KG, но, тем не менее, значит, будет сказано про аналитическую модель, будут применяться нагрузки, рассчитываться узлы, создаваться спецификации, там какие-то уже готовые наработки ADSK-шные будут использоваться и так далее. Что, значит, маленький вот, ну, семинар будет посвящен вот чему. Значит, друзья, очень часто у нас задача сводится к следующему. Очень часто у нас есть какая-то более-менее готовая архитектурная модель, вот, и наступает момент, который касается, как бы, совместной работы архитектора и конструктора. Дело в том, что, ну, как бы, архитектор не может заранее прямо все знать, где, как заармировать, там, и более того, это не его область ответственности, вот, но нам нужно, как бы, вот, получить в данном случае какую-то монолитную модель KG из, здравствуйте, из модели AR. Нам желательно как-то получить из нее аналитическую модель, чтобы потом там нагрузки какие-то применить. Вот, ну, и в двух словах надо как-то сказать, как примерно могут вот эти два раздела, ну, взаимодействовать, что ли, в РВИТе. Ну, вот, про это я, наверное, попытаюсь рассказать. Посмотрите, пожалуйста. Итак, вот, у нас есть какая-то, какая-то архитектурная модель, как раз которую я хочу, ну, скажем так, адаптировать под нужды конструктора, ну, и как-то передать, что ли, эстафету конструктору. Заметьте, архитектурная модель, вообще говоря, ну, она не идеально подготовлена для конструктивных задач. Ну, например, вот какие-то здесь вот есть у нас будущее ядро жесткости, однако, вот, ну, если бы мы работали по-человечески, как это нужно, то вот то, что подлежит передаче конструктора, должно быть отдельным объектом, однако у нас есть, вот, например, есть стена, в которой у нас и бетон, и утеплитель, и какие-то отделочные еще вещи и так далее. Ну, то есть, я про то, что модель, в общем-то, не особо подготовлена для передачи конструктору, но, тем не менее, мы что-то из нее сможем, сможем получить. Посмотрите, пожалуйста, я, наверное, этот файл, наверное, я сделаю вот так, закрою. Вот, и стартану, вот так, сейчас, одну минуту, вот, и сейчас, грубо говоря, вот, приступает к работе конструктор. Смотрите, пожалуйста, я создаю пустой проект в конструкторском шаблоне. Про шаблоны сейчас я чуть-чуть, наверное, расскажу, просто, чтобы было понятно, о чем, о чем вообще у нас речь. Так, вот он, шаблон конструктора, открываем и создаем. Значит, возникает, может быть, возникает такой вот вообще вопрос, зачем вообще объект куда-то передавать, почему бы не заниматься конструктивом прямо в том же файле? Ну, тут дело просто в том, что для архитектора и для конструктора в Revit предусмотрены разные шаблоны. Что это значит? Разные настройки спецификаций, разные семейства, разные виды, разная организация диспетчера и так далее. Можно ли вообще теоретически все это запихнуть прямо в один проект? Можно, но это очень сильно усложняет работу. И в 90% случаев, и, наверное, в 100%, с которыми имел дело лично я, работа над проектом, она разделяется по разделам. То есть архитектор в своем, в файле сидит конструктор в своем, ну и прочее. Итак, посмотрите, пожалуйста. Так, вот у меня пустой пока файл, в нем вообще ничего нет. Вот. И что я хочу сделать? Ну, я хочу для начала, наверное, просто сюда подгрузить архитектурную модель, а потом как-то что-то с ней такое сделать, чтобы у меня появился, ну, для начала монолит, а потом и аналитика. Итак, я подгружаю файл Revit. Только надо не ошибиться и выбрать именно тот, который надо. Так, ну вот я как-то рандомно файл подгружаю. И надеюсь, что на меня сейчас как минимум появится. Ага, вот он появился. Так, оси мне пока не понадобится. Вот. Значит, что, наверное, мне надо тут сказать? Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот ко мне на 3DVid действительно прилетел архитектурный файл. Но сейчас я сделать с ним ничего не могу, потому что, ну, это как бы, это вот не мои стены, не мои перекрытия, а перекрытия стены архитектора. А мне надо из них получить свои конструктивные и так далее. Очень может быть, мне стоит, наверное, заранее создать себе вид, чтобы мне было удобно работать. Если у меня дело запахло вставленными, ну, связанными файлами, как это называется, то я создам файл, на котором у меня есть архитектурная модель. А есть, а создам, ну, не файл, а вид, на котором архитектурной модели нет. Вот я назову его без AR. Ну, переопределю здесь графику таким образом, чтобы связанный файл здесь вообще не был виден. Ну, вот пустота. И так, к тому, что сейчас в результате каких-то моих действий у меня вот на этом виде без AR, я надеюсь, будут появляться всякие там перекрытия с колоннами и прочее. Итак, давайте ехать, наверное, вперед. Посмотрите, пожалуйста. Значит, ну, вот у меня вот этот вот файл. Ну, допустим, я его размещу куда-то вот сюда. Хотя, в общем-то, наверное, я делаю не совсем логично. Мне проще, наверное, разрез сдвинуть под архитектурную модель, а не ее под разрез. Первое, что стоит сделать, нужно унаследовать систему координат, которая там была у архитектора. Ну, в этом семинаре про это разговора не будет. Ну, вообще есть тоже всякие координационные вопросы. Я хочу просто заполучить ту же самую систему координат, в котором работал архитектор. Итак, вот я говорю, получить общую систему координат из файла AR. Нажму согласовать. Вот. Теперь что? Теперь мне нужно вот из этого файла получить какие-то отдельные части модели, которые нужны, ну, как бы именно мне, как конструктору. На всякий случай покажу, вот какой здесь распространенный есть подход, но от которого вот надо уходить, потому что подход, впрочем, хороший, но трудоемкий. Очень часто взаимодействия происходят на уровне ДВГшек. Посмотрите, если бы у меня там не было бы каких-то там специальных знаний, специальных возможностей, ну, или мало ли чего, то есть если бы я работал, скажем так, в лоб, то я бы работал вот так. Я бы вставил бы не архитектурную, ревитовскую модель, а, скажем так, ДВГшный архитектурный слепок, и по нему я вот должен был бы как-то поднимать стены, поднимать перекрытия и прочее. Ну, как бы это такой, скажем, нерациональный, но такой вообще известный способ. Посмотрите, пожалуйста. В Ревите есть возможность унаследовать какие-то объекты из связанного файла, ну, и как бы сделать их своими. Первое, что я хочу сделать, я хочу унаследовать архитектурные уровни. Свои уровни я удаляю. Свои уровни я удаляю. Вот. Хочу унаследовать те, которые есть в архитектурной модели. На этот случай есть целая группа команд, которая называется копирование мониторинг. Копирование понятно, что означает мониторинг. Слово мониторинг означает, что если у архитектора сдвинется или изменится копируемый объект, то вот здесь я, конструктор, узнаю, как минимум узнаю о том, что элемент изменился, и смогу в один клик свой закопированный элемент тоже сдвинуть таким же самым образом. Так, ну, для начала я копирую уровни, которые станут основой для моей будущей модели. Так, готово. Вот появился значок мониторинга. Это хорошо. Готово. Итак, вот у меня появились уровни. Вот это уже мои настоящие родные уровни, которыми я как-то смогу работать и так далее. Ну, хочется как-то их сдвинуть, что ли. Ну ладно. Так, хорошо. Теперь я еду дальше. Посмотрите, пожалуйста. Значит, ну, зайду я на вид, наверное, 3D. И попробую начать что-то такое копировать. Более того, давайте я, наверное, для наглядности, что ли, я сделаю следующее. Я открою сразу же и 3D-шный вид, где я вижу модель, и вот этот вот пока что пустой вид, который называется без AR. Настрою графику вот таким образом. Так, ну, я надеюсь, что сейчас я в результате моей работы здесь будут появляться какие-то элементы. Ну и вот посмотрите, пожалуйста. Только что я закопировал уровни. Ну, на всякий случай. А, ну я вроде бы проверил. Ну, наверное, проверил. Так, и теперь я продолжаю заниматься копи-мониторингом, но уже я буду копировать не какие-то там жалкие уровни, а зайду в параметры и настрою, что и во что будет превращаться. Вот посмотрите. Ну, я буду так в несколько шагов. Вообще говоря, можно было бы прямо сразу все в один клик закопировать, то, что относится к монолиту. Но я буду двигаться поступательно. Посмотрите, в архитектурной модели есть разные типы перекрытий. Вот есть бетон 300, бетон 200, там еще всякий. И есть еще всякие как раз полы, вот которые мы с вами создавали. Все вот эти там пол 200, пол 50, там такой-сякой. Пол нам в разделе КЖ не нужен. Поэтому посмотрите. Для начала я сделаю вот так. Я могу выбирать, что вообще копируется, а что не подлежит копированию вообще. Вот все эти паркет, плитка и прочее вообще не будут мониториться. Посмотрите, бетон 200, вот видите, бетон 200, стяжка, там плитка и прочее. Превратится, хотя нет, давайте пока этого делать не будем. И вот я выбираю, что бетон 220 превратится в мою стенку ADSK бетон B25 с маркой бетона там и прочее. Вот этот превратится в бетон 300. Вот с перекрытиями, ну можно было и с этим еще сделать. Ну давайте, давайте с ними пока не будем. Копировать вставки проема, да. И вот теперь посмотрите, я говорю копировать. Несколько. Выбираю все подряд, не глядя. Захожу в фильтр и говорю, что сейчас пока что я хочу скопировать только перекрытие. Окей. Нажимаю маленькое готово. Так, ага. Вот у меня что-то началось. Посмотрите, вот я вижу, ко мне прилетели перекрытия и стали моими конструктивными перекрытиями, которые я смогу армировать там и прочее. Более того, ко мне сюда прилетели шахты с архитектурного этого самого объекта. И ко мне прилетел вот этот вот, ну не шахта, этот самый, но это по сути тоже шахта для коммуникации там и прочее. Ну вот первый шаг сделан. Хорошо, но я разумеется не успокаиваюсь, а продолжаю работать. Сделаю то же самое, но теперь, наверное, в один клик. Я продолжаю пользоваться копи-мониторингом. И теперь меня интересуют, наверное, стены и также несущие колонны. Зайду в стены. Ну для начала я скажу, что вообще ничего копировать мне не надо. Я не хочу, чтобы мне попали лишние. Мне копировать исходный тип. Ну и вот теперь я начинаю вот здесь вот работать. И вот посмотрите, видите, вот у архитектора, ну по-хорошему, мы про это будем так коротко говорить. Вообще говоря, архитектору, чтобы уж не мучиться, стоит моделировать вот заранее с учетом передачи конструктору, заранее иметь отдельную стенку бетон-200, бетон там такой. Но предположим, вот здесь вот архитектор как-то на это дело забил. И вот у архитектора есть, видите, аж целых четыре типа стены. А мы при копи-мониторинге говорим, что все вот эти бетон с утеплителем, бетон с отделкой, бетон и прочее, это все превращается в наш бетон марки B-20. Бетон-300. Вот этот бетон-200 превращается в наш бетон-200. Все, газоблок нас не интересует, все эти кирпичи нас не интересуют и ничего другого нас не интересует. Будут ли копироваться проемы дверные? Да, будут, это правильно. Со стенами покончены. Колонны. С колоннами то же самое. Мы задаем, что и во что будет превращаться. Пусть они превращаются, ну как бы, их четырехсотки в наши четырехсотки. Ну, вроде масло-масляно, но теоретически у архитектора могла быть колонна с отделкой, колонна там с какими-то прибамбасами, ну там, кто его знает. Хорошо, окей. Копировать. Несколько. Я настроил, как произойдет копирование. А теперь это копирование надо выполнить. Что я копирую? Я сантехприборы не копирую и перекрытия не копирую. А меня интересуют стены, несущие колонны. Окей. И маленькое готово. Так. Отсоединить. Ой, не туда я щелкнул. Во. И большое готово. Вот посмотрите, вот моего, скажем так, моего полку прибыло. И вот ко мне прилетели уже мои родные, настоящие конструктивные элементы, с которыми я могу работать, армировать их там и прочее. Посмотрите, я, наверное, погорячился. Вот эта вот стена, вообще говоря, наверное, прилететь была не должна. По крайней мере, я на этом не рассчитывал. Ну, давайте я вот для вот этой стены, ну, для вот этой ленты, что ли, сделаю следующее. Я остановлю мониторинг. И просто ее удалю. Остановлю мониторинг, чтобы не было потом предупреждения, что, ой, у вас там несовпадения какие-то и так далее. Ну, вот с этими я, наверное, сделаю то же самое. Остановить. Удалить. Ну, вот вроде бы монолит какой-то, ну, скажем, без пяти минут монолит у меня есть. Ну, давайте я немножко с ним, наверное, поработаю. Я хочу увидеть красивую монолитную картинку. Вот. И для начала, наверное, я проверю, что у меня вот эти штуки, как бы, являются несущими элементами, ну, и как бы подразумевают свое потом какое-то загружение и так далее. Так, несколько категорий. Это странно. Меня интересует, опять же, только перекрытие. Вот я немножко должен еще поработать, включить здесь несущие конструкции, про которые, Елена, вы говорили. Наверное, так. Так. И, наверное, для стен. Мне, наверное, тоже надо включить вот эти несущие конструкции. Бывает такое, что при копии-мониторинге вот этот параметр, отвечающий за то, является ли это стена перекрытия несущим или нет, иногда он как-то слетает. Ну, вернуть его можно достаточно быстро. Так. 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 Ну, вот начало положено. Так. Ну, теперь я хочу все-таки попробовать как-то настроить красивые соединения. Попробую вот так вот в пару кликов посоединять стенку с этими, как их, с колоннами, с, точнее, перекрытие с колоннами, перекрытие со стенами. Так. Вот как-то подозрительно, что он... Если честно, я ожидал, что он будет соединяться с колоннами тоже. Да ладно. Так. Ну-ка, перекрытие. Несущие есть. Ну, давайте я попробую включить границы 3D-вида. Полюбоваться вот этой моей монолитной какой-то картиной и так далее. Я не очень аккуратно работаю. Вот видите, я, мне кажется, в неудачное место, наверное, попал. Ну, вот что-то такое вот у меня. Вот какие-то монолитные вот эти дела у меня получаются. Так, давайте я попробую, значит, разрезать по колонне. Так. Ну, вот здесь я все-таки почему-то не вижу нормальную монолитную картину. Но когда мы будем с вами заниматься, то вот здесь вот мы тоже добьемся нормального монолита. Наверное, так. Ну да, вроде элемент соединен. Ну, ладно, разрешите, я вот сейчас не буду, наверное, переделывать. Вот, теперь возникает, наверное, вопрос следующий. Ну, хорошо, вот есть монолит. Теперь мне надо бы как-то получить аналитическую вот эту конструкцию, которая была вот здесь вот показана. Тоже мне надо бы ее увидеть. Вот. Ну, и здесь фишка вот в чем. Что когда я создаю несущие элементы с опцией включить аналитическую модель, вообще говоря, у меня аналитика на самом деле создается сама по себе, и мне достаточно только с ней какие-то, ну, если мы правильно все делаем, какие-то такие небольшие корректировочные действия, что ли, провести. Значит, я вижу здесь какую-то ерунду. И, наверное, это потому, что я думаю, что на этом виде мне надо, наверное, связанный файл тоже скрыть. Я хочу видеть только свою родную аналитику. Так. Ну, и вот что-то такое я вижу. Вот она, моя модель. Вот. Ну, аналитическая модель может быть скорректирована, если что. Ну, вот здесь она как-то вот, мне кажется, правильно определена. Вот. И вообще говоря, ну, я не хочу глубоко уходить в аналитику. Ну, есть здесь возможность проверять, является ли этот узел присоединенным или нет. Вот. Ну, и можно как-то здесь вот добавить специальные фильтры. которые отвечают за то, что будет ли узел присоединенным или не присоединенным. Ну, попробую быстро по фильтру узел переопределить и посмотреть, чего получится. Так. Ну, вот. С присоединенными узлами являются вот эти вот зеленые. Ну, вообще говоря, наверное, я... Ну, вот видите, вот черные узлы, это как минимум подозрительные, которые не перекрасились. Вот видите, этот узел как бы ни к чему не подсоединен. И Ревит считает, что это подозрительно. Ну, я считаю, что это нормально. Итак, вот какую-то аналитику сумел получить. Значит, ну, что бы я стал делать дальше? Ну, вообще говоря, на вкладке «Анализ» у нас здесь есть инструменты, отвечающие за нагрузки и прочее. И вообще здесь, наверное, надо сказать следующее, что Ревит позволяет аналитическую модель вот в таком виде только подготовить. сам аналитический расчет, значит, подготовить аналитику и создать нагрузки, комбинации нагрузок, там, ветровые нагрузки, снеговые и прочее. Вот. Сам расчет в Ревите не происходит. Программа, которая делает расчеты от автодеска, это этот самый робот. И робот с Ревитом очень здорово работают вместе. Это я так немножко выхожу за рамки. Значит, мы на курсе расчет производить не будем. Вообще говоря, можно произвести расчет в роботе, результаты выгрузить сюда и прямо в Ревите увидеть здесь из-за линии, увидеть здесь вот эти поля прогибов там и так далее. Помимо робота есть еще LiraSupport там и что-то еще. Так, ну, куда-то я ушел далеко. Я хотел вообще про другой поговорить. Вот. Значит, посмотрите, пожалуйста. Сейчас, ну, вот я, вот она моя модель архитектурная. Точнее, не моя, а, скажем так, позаимствованная, взятая у архитектов. Ну, вот моя будущая, это вот заготовка. Ну, не заготовка, а модель КЖ, и дальше я буду армировать колонны и прочее. Значит, я вынужден признать, я ожидал, что у меня будет здесь вот эта вот монолитная красота, полное слияние произойдет. Пока не произошло, но на курсе оно будет. Точнее, мне кажется, оно произошло вот со стенками, но не с колоннами. Ну, ладно, и у меня есть аналитика. Теперь, посмотрите, пожалуйста, я хочу вам продемонстрировать вот чего. Вот посмотрите, как я уже говорил раньше, вот если что-то у архитектора там сдвинется, мало ли чего, то я, поскольку я мониторю этот элемент, то я вообще должен бы это увидеть и увидеть вообще, что что-то там произошло и подумать, может, он не прав пойти с ним ругаться там или как-то принять его действия. Я хочу это вам показать. Вот сейчас я хочу поиграть одновременно за архитектора и за конструктора. Чтобы это оперативно сделать, я, как ни странно, открою еще раз Revit. Вот, просто нельзя в одном сеансе Revit иметь как бы и файл, который загружен, и файл, в который загружен файл, ну и так далее. Вот, сейчас я хочу поиграть опять за архитектора и сдвинуть какие-то скопированные элементы и потом, как конструктор, увидеть, что с ними что-то произошло, ну и как-то вот посмотреть, как вот эта совместная работа может происходить. Итак, вот я снова играю, скажем так, играю за архитектора. И давайте, что ли, чтобы, ну не то, что для красоты, но как-то, чтобы не путаться, что ли, я вот возьму и в, скажем так, в той модели, которой я играю за архитектор, я настрою фон, чтобы он был не белый, а вот какой-то такой подозрительно желтый, что ли. Ну вот, допустим, это как-то поможет понять, где какой файл. Посмотрите, пожалуйста, вот, предположим, у нас в подвале по каким-то там причинам, ну уж бог с ним, я не претендую сейчас на какие-то там правильные вещи, я просто хочу что-то показать. Вот по каким-то причинам архитектор взял и ни с того ни с сего, например, вот эти вот несколько колонн, вообще сдвинул куда-то вот сюда, в общем, какие-то изменения, допустим, происходят с копируемыми элементами. Итак, вот у архитектора что-то произошло на уровне подвала. Так, сохраняемся, и сейчас я снова хочу поиграть за конструктора. Вот я конструктор. И теперь посмотрите, пожалуйста, я, наверное, сделаю следующее. Я снова настрою виды так, чтобы я видел и архитектурную вот эту модель, и конструкторскую, вот этот мой результат конструкторской работы. Так. Вот так. Хорошо. Теперь я хочу узнать, что же там у них произошло, может как-то это принять, отклонить, ну или вообще как-то повзаимодействовать, что называется, с архитектором. Посмотрите. В совместной работе есть группа команд. Вот она, просмотр координаций. Выбрать связь. Так, стоп, я немножко неправ. Мне вначале надо обновить модель. Да, наверное, так. Вот. Обновить. Вот. Или если я просто открою модель, то вот сейчас, если я все сделал правильно, у меня произойдет... Вот оно. Вот РВИД предупреждает меня, что стоит посмотреть координацию, что что-то там где-то изменилось, и что-то требует моего внимания. Хорошо. Теперь я это и сделаю. Смотрите, пожалуйста. Так, совместная работа. Просмотр координаций. Выбрать связь. И вот, посмотрите, пожалуйста, вот они, несущие колонны. Посмотрите. Сейчас, видите, с ними произошли какие-то действия. Вон, изменение положения, что-то в двух плоскостях и прочее. Пока, видите, написано «отложить». Более того, вот здесь я у себя, вообще говоря, вижу, с каким элементом собираются произойти изменения. А давайте, знаете, даже чего сделаем. Прежде чем какие-то действия осуществлять, я, наверное, настрою вид таким образом, чтобы мне было, ну вот, скажем, наглядно обеспечу наглядность работы. Вот. И теперь просмотр координации. Выбрать связь. Еще раз. Просмотр. Выбрать связь. Вот отсюда. И смотрю, что произошло. Ну и вот, смотрите, вот Ревит меня предупреждает, что архитектор, где покусился, вот на какие-то вот эти вот элементы. Ну, вообще говоря, если возникло вот такое предупреждение, то стоит пойти в архитектурный отдел, там у них узнать, чего творится, какого черта и прочее. Допустим, мы поговорили, они обосновали, что это все действительно так должно быть и прочее. Ну, и я могу врубить автоматически, вот, посмотрите, чего здесь. Перемещение экземпляра, то есть повторить то же самое, что произошло у архитектора. Нажимаю применить. Окей. Ну и вот элементы сдвинулись. С ними произошло то же самое, что и у архитекторов. Вот. Вообще говоря, копи-мониторинг, это на самом деле очень крутой инструмент. Нюанс. Это крутой инструмент, если уж такой вот краткий итог подвести, промежуточный. Крутой инструмент, но на какой-то стадии. То есть вот очень нормально вот так вот изначально передавать вот как-то работу. Когда в дальнейшем, там в каких-то случаях какие действия будут происходить, копи-мониторинг не единственная возможность как бы совместной работы, но одна из. Сейчас я хочу показать еще некоторые вещи, то есть как можно помимо копи-мониторинга обмениваться заданиями. Например, вот мы конструктора, хотим архитектору сообщить, что вот эти колонны надо усилить, ну или что-то в этом роде. Хочу это показать, но сейчас хочу спросить какие-то вопросы, комментарии. может вообще я куда-то не туда улетел, мало ли чего. Ну ладно. Значит, посмотрите, пожалуйста. Ну хорошо. Ну допустим, вот конструктор работает, себе работает, что-то делает. Предположим, конструктор, ну например, создает какие-нибудь фундаменты, но сейчас надо как можно меньше чего-нибудь такого тут понаделать, просто прям в один клик. Так, наверное, вот так. На подвале. Я просто хочу какую-нибудь ситуацию создать, которая потребует каких-то изменений. Предположим, что-то такое. Ну и вот я вижу, вот здесь фундаменты не работают, и вообще вот здесь с колоннами какая-то катастрофа и прочее. Ну вот предположим, мне надо вот какие-то колонны там сдвинуть. Если я не хочу использовать копи-мониторинг по каким-то причинам, мало ли что, то посмотрите, пожалуйста, вот как я бы вообще стал работать в лоб. Если бы я стал работать в лоб, ну традиционными средствами, то я постарался бы как-то подготовить задание для архитектора, то есть я бы создал какой-то вид или выгрузил бы что-то в автокад и скопировал бы, ну какой-нибудь, создал бы файл там DWG, задание такое-то, или в PDF, или там еще куда-то. Ну, неизвестно чего. Вот. Друзья, у нас есть возможность, вообще говоря, создавать виды, являющиеся задания, прямо в самом РВИТе, и прямо вот здесь, не выходя ни в куда из проекта, что-то писать, какой-то текст указывать, то есть прямо писать текст задания прямо здесь. Хочу вот это продемонстрировать. На всякий случай, я все-таки сохраню файл, у меня что-то такое ощущение, лучше его на всякий пожарный сохранить. Так, назову КРСПЕЦ. Ну, давайте посмотрим. Итак, я создаю план, допустим, несущих конструкций на подвал. Так, вот он был создан. Вот опять я вижу вот архитектурную модель. Вообще говоря, архитектурная модель сейчас свою работу пока что сделала. Я ее могу пока временно выгрузить, просто она, чтобы не мешалась мне. Так, ну и, например, вот, надо мне как-то сдвинуть какие-то там колонны и так далее. Ну, что я делаю? Я беру и просто аннотациями что-то здесь, какую-то аннотационную работу выполняю. Я что еще делаю? Завожу какие-то облака пометочные. Вообще тоже классно. На пометочные облака вот эти можно создать, потом будет спецификацию и прочее. Даже вот так, знаете, как... Давай, сейчас, одну минуту. Вот я создаю пометочное облако и прямо в нем могу в нем вписать там текст задания. Это-то, это-то и так далее. Очень может быть вообще для... Ну, это я уже совсем куда-то ухожу. Вот здесь можно написать слово, например, там, ошибка. И тогда это поможет мне потом создать спецификацию. Я могу в BIM-стандарте прописать, что в такой-то спецификации не должно быть ни одного элемента. Я извиняюсь, я далеко куда-то вылезаю. Совсем в другие какие-то края. Вот. Еще что-то создаю. Пишу какой-то текст, например, там. Ну, передвину, там, что-то. С вашего позволения я не буду писать. Я напишу абракатабу. Пишу. Там стрелочку делаю. Ну, короче, какими-то вот аннотациями вот готовлю вот это задание. Очень бы неплохо мне как-то вот этот вид переименовать, чтобы я просто не запутался. Я напишу вот так вот. ИСХ, исходящее. Там, ЗД, АР1. Ну, там, от сегодняшнего числа. Ну, что-то вот такое. Написал. Вообще говоря, можно и диспетчер проекта, иначе организовать так, чтобы я видел отдельно эти задания и так далее. Так могу сделать. И вот этот вот файл объявить, например. Так, вот, назначение вида. Это исходящее задание. Ну, напишу ИСХОНДЕ. Зачем это нужно? Ну, просто в дальнейшем у нас будет, чтобы не путаться, опять же, целая куча исходящих заданий, куча входящих и так далее. Так, ладно, что-то я сделал. Сохраняюсь. Вот. И теперь я снова хочу поиграть за архитектора и увидеть, увидеть вот эти облака, вот этот текст и прочее. Хорошо. Так, насколько я могу судить вот этот архитектор, судя по желтому вот этому подозрительному фону. Да, это он. Архитектор, в свою очередь, к себе вставляет файл КАЙР. Так, только его надо найти. Вот он, КАЙР-2 спец. Размещение будет по общим координатам, поскольку система координат уже одна и та же, и это хорошо. Нажимаю открыть. Вот в такой, как бы я организовал такую перекрестную ссылку архитектора и конструктора. Это правильно. Заметьте, видите, он висел непонятно где, а теперь он встал автоматически туда, куда нужно. Вот. И архитектор хочет получить задание. В шаблоне архитектора есть вот заготовки уже вот исходящие и входящие. И я говорю, мне надо получить план этажа, входящий. На что? На подвал. Окей. Так, вот он появился. Ну, я его по-хорошему тоже должен переименовать, как-то там назвать кр-1-1, я уж не знаю. Вот. А теперь мне надо переопределить графику таким образом, чтобы я видел все, что мне здесь конструктор понаписал. И я хочу это сделать. Я могу переопределять графику связанного файла по прям тому же виду, который там и был настроен. Вот я хочу все видеть то, что написано на виде, вот он исходящее, ар и прочее. Нажимаю окей. Окей. И вот, посмотрите, вот ко мне. Как видите, прилетели вот эти вот все вещи. И теперь я. То есть мне даже ничего не надо выгружать, ни в какой автокарт, никуда. И я вижу все вот эти облака, текст и прочее. Могу щелкая табом достучаться до облаков. И вот здесь вот прочитать комментарий. Но вот здесь, мне кажется, я ничего не написал. Вот здесь. Ну и вот, видите, комментарий тут какой-то есть. Можно вообще говоря и замаркировать это облако, то есть вытащить комментарий наружу. Можно создать, и это вообще правильный подход, создать спецификацию. В данном случае на пометочные облака. И там, допустим, я увижу все замечания, все задачи от архитектора, от конструктора и так далее. Вот. Друзья, вот это, наверное, ну, скажем так, это практически все, что я хотел бегло, друзья, бегло, тут миллион еще таких нюансов, вопросов, бегло сказать о совместной работе архитектора и конструктора. И вот как-то так вот двигаясь, ну, от текущего момента дальше, вот параллельно, выполняя какую-то работу, меняясь с заданиями, архитектор с конструктором будут работать. Много чего тут еще можно сказать. Есть еще проверка на пересечении, еще что-то, такие вопросы. Ну, вот, как бы глубоко, прямо глубоко в совместную работу мы на курсы уходить не будем. Но вот эти вещи мы посмотрим. Друзья, если есть вопросы, то, пожалуйста, я свою часть закончил, готов слушать вас. Давайте. Сейчас, я отвечу, но чуть позже. И какие-то есть вот общие вот по принципу, по, может, там вообще, чего на курсе будет, чего не будет, там. Может, Teamwork будет на какой-то момент? Даже как и сейчас. Смотрите, сейчас я объяснил это все за 10 минут. Значит, Teamwork будет, ну, вообще говоря, он на архитектурном курсе тоже будет, немножко другой. На архитектурном посмотрим, наверное, генплан плюс AR. Вот. На конструкторском в основном, ну, это семинар курса, который будет через неделю. Значит, у нас мы весь курс будем создавать модель по архитектуре, по DWG-шной подложке, вот как раз не рациональный способ, но тот, который вот, чтобы все инструменты вот просмотреть и так далее. Вот. Ну, вот этого вот раздела мы коснемся ближе к концу курса. То есть, мы все-таки будем, не будем на конструкторном курсе уповать, что есть архитектурная подложка. Конечно, посмотрим все от и до, как там, чего создавать и прочее. Вот. Будет, скажем так, задачи, которые выполняет раздел КЖ и КМ, ну, в соотношении где-то, наверное, в процентах, наверное, 70 за КЖ и 30 за КМ. Я говорю проценты, вот проценты, вот, может быть, работы в РВИТе, хотя все инструменты, в общем-то, действуют одинаково. В этом тоже огромный плюс РВИТа, что там какие-нибудь закладные детали для всяких бетонных, там, колонн с балками, они, в общем-то, будут работать так же, как и всякие фасонки для металла. Очень похоже все это будет работать. Вот. Так. О, пошли вопросы. Скажите, какие шаблоны у вас стандартные от Autodesk? Хороший вопрос от Александры Пантелеевой. Кстати, уважаемые вебинаристы, тут, возможно, мы можем разговаривать даже. Я пока не разобрался, но ладно. Вот. Значит, смотрите, чего это были за шаблоны? Архитектурная модель сделана в шаблоне от компании Прорубим. Вот. А то, что было сделано за конструктора, вы совершенно правы, это стандартный, ADSK-шный, КР-овский шаблон, немножко мною упрощенный. То есть ничего здесь нового мною не создано, а только, наоборот, что-то удалено. Ну, не удалено, скажем так, ну, переделан. В общем, это ADSK-шный шаблон. ADSK-шный упрощенный мной. Вот. Хотя, знаете, знаете, чего? Я, наверное, я, знаете, чего? Я поскромничал. Я вот, что хочу сказать. Ну, раз уж такой разговор, посмотрите. Но это, правда, уже не в тему семинара, но если вам интересно, то посмотрите. Значит, чего я тут доперил? Я доделал спецификации, которые будут работать не только с системной рвитовской арматурой, но и с загружаемыми семействами арматуры. То есть это к чему приведет? Можно будет лягушки арматурные там поставить одну, указать, что их нужно на квадратный метр, там, две штуки, например, и указать площадь плиты, что площадь плиты там 20 метров. У нас спецуха автоматом заполнится и прочее. Вот это доделано мной. Правда, может быть, то же самое сделано и в шаблоне WeInDravit от Александра Зуева, но это, правда, мы сейчас уйдем далеко. То есть, может быть, я сделал просто лишнюю работу, которая и так сделана. Друзья, давайте вопросы, что-то пожелание. Или нафиг все пошло. Про ваш вопрос, когда-то переключить, но сейчас пойдем, просто я хочу такие общие стратегические вопросы. Елена спросила, как там переопределить графику подложки. Вы чуть иначе сказали, но вопрос ваш, на самом деле, звучит так. Про переопределение графики миллион всего будет. Так, ну, не знаю, чего еще сказать. Я могу сказать. где можно посмотреть. Смотрите, значит, вообще в целом, вообще чего смотреть? Ну, смотрите, я боюсь, я ничего нового не скажу, скорее всего, вы это знаете и так. Архитектору надо смотреть, начинающему архитектору надо смотреть курсы Александра Высоцкого, стандартные. Конструктору надо смотреть, значит, по армированию надо смотреть курсы Александра Зуева. Вот. По совместной работе какого-то специального курса порекомендовать не могу. Их много, они там с плюсами-минусами. Вот. Ну, лично я какие-то дам шпаргалки. Это не надо думать, что это не какой-то суперконспект, потому что у меня на это силы не хватает. Это две с половиной шпаргалки, просто где какая кнопка. Чтобы вы понимали, о чем речь, вот то, о чем я сейчас говорил, это два листа А4. Кнопка здесь, здесь, там все. Вот. Ну, кроме того, есть еще, значит, просто инструкция автодеска. Вот. и здесь можно там написать какой-нибудь мониторинг. Что в этом роде. Вот. Ну, и вот все то же самое здесь будет. И еще очень большой плюс, это очень активное BIM-сообщество, которое прям спит и видит, как бы вам ответить на ваши вопросы, потому что у них за это статус прибавляется. Я говорю у них, а мне говорить надо о себе, потому что мне это тоже очень даже полезно. Вот. И если вот так вот зайти как-то сейчас, я попробую в форум Deskrivit. Вот я не знаю, залогинен я на этом компьютере в нем или нет. Вот. Но я просто хочу как минимум показать, что здесь обсуждение идет полным ходом и так далее. Вот куча вопросов. Вот наверняка можно и здесь написать мониторинг. О, вот это ваш покорный слуга. Где-то я тут что-то отвечаю и так далее. Сейчас, одну минуту. я вот хочу написать мониторинг. знаете, давайте это напишем вот так совместная работа. Мне просто самому интересно, какие статьи здесь будут. Совместная. Ну, давайте вот так, что ли. Во, совместная работа связанными файлами. Вот это именно то, что мы сейчас делаем. Вот пошло будет какие-то вопросы. А, стоп, это уже какой-то вопрос. сейчас. Ну, в общем, ладно уж я делаю вот так, надо вернуться. Просто хочу написать в поиске и посмотреть, что здесь будет. так, вот, 58 вопросов. Вот, посмотрите, вот вопрос такой-то, вопрос такой-то, секунду и прочее. очень может быть, что можно написать что-то вот в этом роде. Кто его знает? Частично. Смотрите, вот где напротив есть вот этот значок, значит, есть ответ. Что такое ответ? Вы пишите вопрос, вот там. Люди начинают что-то вам писать, то, что они считают ответом. Ответом будет то, что когда вы его утвердите. Если вы скажете, да, вот это я считаю ответом, вот тогда он появится. когда задающий вопрос человек утвердит ответ, тогда он и появится. вот что это я сделал? Я написал форум автодеск, кривит, форум автодеск и так далее. Можно совершенно спокойно пользоваться, единственное, надо иметь аккаунт в автодеске. Друзья, ну, я не знаю, чего еще говорить. Есть вопрос, более, скажем так, дальнейший. Я, как строитель, ну, пришел послушать, как это все рождается и как не может быть в работе. есть ли ты курс, который обучают уже непосредственно работе в программе, с учетом авиазских графиков, материалов, стоимости вот. Хороший вопрос. Нет, как бы больше. Не за проектировщик, а за эксплуатацию, за стройку там и прочее. А вот мы выиграли мотендер, нам доказчик передает уже, как в электронном виде, этот весь блок проекта. Мы начинаем по нему работать, представляя свои внутренние графики, сфотографии, механизмов, машин, материалов. Я понял. Смотрите, значит, есть, я просто скажу, чего есть, я скажу так. Значит, за графики очень хорошо отвечает такая, как бы программа-помощник Autodesk Revita и программа-просмотрщик материалов, называется Navisworks. Специалистей этой программы пока нет, этого курса. Вот. Но единственное, смотрите, если вы говорите, вы выиграли тендер, то есть, как бы, вам все равно, вот тот вопрос, который задали вы, он правильный, но я так думаю, что как бы основой для этого вопроса все равно вам придется строить модель и уже потом с ней там как-то чертить график и там рассчитывать место на складе и так далее. То есть, ну, не утверждаю на 100, но утверждаю на 90%, что началом вот любой какой-то подобной работы все равно будет построение, в любом случае построение модели. Проектировщик он график проделает в составе проектирования строительства, он обязан делать этот график, уже он есть. Но может быть строитель именно по этому графику делать, уже потом придется в процессе перерабатывания, скажем так, мы с нолерой будем делать, а получив от проектировщиков его адаптировать. Не совсем понял. Вы от проектировщиков получите модель или график какой-то? Ну, я так понимаю, все должен получить. И график в том числе. А, у вас, вы кому-то заказали, они вам что-то должны передать. Нет, нет, система такая, ну, как сейчас с обычными проектами или не без мимо проектирования. Мы получаем бумажный виде, печатный виде, как и начинаем вы что-либо там сводить эти все графики там, скажем так, управление проектом. Я понимаю, это программа, унижу, все это будет доложено на стадии проектировать. То есть график будет и даже на поставке материалов, движение в детстве, движение механика. То есть вы сейчас по полу, смотри, конкретно там, повязать между собой материалы, там, какие-то изделия. А весь проект включает себя, ну, большой комплекс, который должен быть объективным. Смотрите, я должен признаться, я не готов ответить прям полностью, я примерно так скажу, вот смотрите, если, вот вы говорите, как я понимаю, к вам должен прийти от ваших там подрядчиков или от кого? От заказчика. От заказчика там, что там, графика и прочее. Значит, смотрите, здесь я вынужден признаться, я буду начинать путаться. Значит, смотрите, вы, ну, это уже такие корпоративные пошли вопросы, мне кажется, тут на уровне заключения договоров, вы там должны договориться, в каком формате, что куда приходит и так далее. Вот. Вообще говоря, эти графики могут стать частью даже и BIM-модели, там, или в Revit, или в Navisworks, это может быть. Вот. Вы будете, когда строить свою модель, в Revit строить, в Navisworks выгружать, и там есть свой функционал тоже для графиков, и как их там соотносить друг с другом, вот что-то в этом роде. Боюсь, что более подробно я как-то в ряде отвечу. Но в учебном центре есть какие-то функции именно по этой теме? Смотрите, я боюсь, что в нашем такого, наверное, нет. Вот у нас, вот смотрите, опять же, вот то, чего будет через неделю, это, это как построить, как построить модель. Если у нас есть подложка, или если у нас нет подложки, или у нас есть архитектурная модель и так далее. Вот многие, очень многие вопросы, они вообще говоря, от них, вот ну, от базовых функционалов Ревита до них буквально там один шаг. То есть, например, всякие там сметы про материал, просто сколько бетона, сколько чего, сколько того-сего, сколько бетона на первый этаж, сколько бетона на второй этаж, сколько там арматуры на первый, второй, третий, и прочее. Это все в Ревите как бы и так есть, или можно сделать пицух, который это выдаст. Но все-таки я так скажу, что там за график строительства, что в Ревите тоже есть такое, есть там стадии и прочее. Я просто не хочу вас вводить в заблуждение. Есть программы, ну, скажем так, которые для этого больше подходят. Вот одна из них уже Navisworks, о которой я говорил. Вот. Она будет работать так, что вот мы сделали что-то в Ревите, мы будем там наглядно видеть, как модель растет, там и прочее. Насчет складских каких-то помещений, я так думаю, что тут опять танцевать мы будем отбивать модель, то есть надо знать, что скорее всего разбить модель на какие-то временные там строки, что там этап первый такой, там второй такой-то, и на первый этап нам нужно столько до бетона, там столько термотуры. Исходя из этого, как-то смотреть, то есть как-то сводить все. Видите, что я говорю, я свожу все опять к задачам в Ревите. Сейчас в Москве, по-моему, в два года уже в обязательном порядке все проекты будут выходить, и им проектировать. Их не получил их, никто с ним не работал, до этого прокурорщики еще, он в плане попытатива занимается, то есть кто-то там пытается даже экспертизу ходить с этими проектами, сейчас это уже будет довязаться. И проектам, по сути дела, нет взятия знания, как пользоваться этим всем. То есть общее понимание есть, а виталии нет. То есть может быть вы нам какие-то курсы должны ориентировать именно для строителей, как пользоваться этой программой. Не проектировать, а хотя бы понимать, куда заходить, что смотрите, как между собой это строительство. Понятно. Ну, смотрите, если честно, мне тут надо самому тоже поднатореть, поскольку я путаюсь, кто кому там заказчик, кто кому подрядчик там и прочее. В целом, прямо сейчас могу сказать следующее. Смотрите, я могу порекомендовать свою вот вторую фирму, где я тоже работаю. Это фирма Прорубим. Вот. Они более значительно, более чем я подкованы в корпоративных вопросах. И вот, ну, ваш вопрос наверняка вот он за рамки чисто РВИТа сильно вылезает. Я рекомендую фирму Прорубим. Как минимум, туда надо позвонить и им задать разные вопросы. Когда-нибудь в специалисте такое будет, но пока еще не знаю. Да, Прорубим это учебный центр тоже для РВИТа, для биотехнологии. Вот. Ну, там он такой более утонченный и там более сложные вопросы, но и более узкие такие. Для тех, кто слушает, то, что у нас курс ничуть не хуже, вот потом, когда вот вы дойдете до корпоративных там управлений, когда проектов будет дофига, когда уже вы все будете уметь и надо будет проверить, всякие, придумать стандарты, регламентирующие документы, то вот тогда надо будет туда обращаться. Ну, или самим доходить. Вот так. Ну, чего еще сказать? Смотрите, стоимость сильно очень разнится от, все зависит от того, значит, какая будет лицензия, на сколько компьютеров и так далее. В общих чертах значит, это где-то, значит, лицензия просто лично на человека стоит что-то 1080 в год, но там, ну, у меня был контакт там с дистрибьюторами и, то есть, там очень широкий разброс цен, то есть, грубо говоря, там одна программа стоит 90 тысяч, если вы покупаете, допустим, там, пять программ, то тогда одна будет стоить там 50, что-то такое. более того, есть возможность как бы не купить пять ревитов, а купить пять лицензий, и тогда вы можете хоть 50 ревитов установить, но одновременно смогут работать только пять. Вот, ну, кроме того, есть, ну, это я, наверное, не должен говорить, но есть лайфхак, если вы не уверены, стоит ли вообще игра свеч, то можно бесплатно ревитом побаловаться в течение месяца. Ну, месяц это фигня, но, ну, конечно, детский садик, но тем не менее, вы можете установить 16-й ревит на месяц, потом 17-й на месяц, 18-й на месяц, 12-й на месяц, таким образом, вот этот срок себе удлинить. Версии друг от друга почти не отличаются, вот, и если вам, ну, к вам модели какие-то поступают, то ревит в соответствующей версии может ее открывать. Смотрите, ну, опять же, в каком объеме, смотря что вы считаете, есть ли программа, которая отдельно строит графики строительства? Да, есть. Это опять 25-й на ThisWorks. Есть ли программа, которая отдельно делает сметы? В общем-то, тоже есть, таких несколько, сметы очень близко делаются спецификация рэвито это без пяти минут сметать почти то же самое то есть вот эта задача но я правда не сметчик но тем не менее вот эта задача ну реализуется практически в рэвиде прям один в один тоже самое тоже правильно если от оболочки то есть куда мы будем загрузим к нам пришла допустим обе модель пришла в рэвиде это пришла в томат рэнги это там еще как у тебя и все формате это отшел на его словах такая программа просмотрщик она для того даже и нужна что там допустим модель рэвито огромный занимает 500 тысяч мегабайт а там она вызвать 5 мегабайт и хоть их миллион туда грузи смотри проверяй замечание пересечения учитывай и так далее графики опять же строй смотрите никакого специального блок смет в рэвиде нету в рэвиде есть смотрите не совсем так значит чего в рэвиде есть в рэвиде есть спецификация привязана к модели другая сколько мы бетона настроили только бетонный будет и мы его обмануть не можем что вы знаете цены можем ли мы вбить цену на бетон до можем у нас автоматом будет цена появляться вот я просто на самом деле ну вот как бы выгрузить в excel да можем правильный вопрос вот это хороший вопрос смотрите можем ли мы это сделать можем я вам так скажу это можно делать руками то есть вы грузили и руками тух 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 перебиваем в рэвиде спецификациях в рэвиде вот это то что вы задали вот этот вопрос вот это наверняка автоматизируется наверняка эти плагины чтобы какой взять где-то раздобыть экселевскую таблицу и ее перегнать в рэвид так чтобы не руками чтобы там 100 позиций автоматом 100 перебили ну смотрите я не особо знаком со сметным делом вот но забивать цены вырвать можно и оттуда получать там такой-то стены столько-то по такой цене там до такой-то столько-то по такой цене до такая-то там на первой стадии такая-то на нулевом цикле стоимость работы смотрите в рэвиде есть достаточно возможности чтобы и учитывать грубо говоря мы можем там условно бетон 200 там марки такой-то просто в него занести параметр что там работа ну там один метр там два человека часа и там половина машины часа так что такое примерно такие вещи можно завалить смотрите ну как нет вот смотрите вот опять же то что мы сегодня делали если вы вот эта иерархия владеть автоматизация на таком уровне она будет несложно то есть грубо говоря вот допустим вы говорите надо ввести туда там вы говорите или вы говорите что там человека часы на такие-то вот изделия значит что надо будет надо будет создать спецификацию где мы как-то отсортируем то что нам нужно будет то бетон изделия там закладные не важно что и туда просто руками будем вбивать что это это стоит столько-то денег столько-то человека часов и так далее нам данные как надо в рэвид вводить если мы хотим будет считаться любой коэффициент в общем да смотрите рэвид тут знаете наверное если вы попытаться обобщить вопросы то вообще говоря ну это вот мы к этому надо вот к этому прийти это вот то что я говорю это надо не на первом занятии рэвид и говорить а спустя там полгода работы уж не знаю вот вообще говоря вот это вот модель которую мы строим-строим-строим вот там построили окей вот и там миллион задач потом возникает которые по сути сводятся к работе на самом деле с базой данных. Вот наша вот эта модель, которую мы строим, это же как бы не более чем набор цифр, какая-то основа для дальнейшей работы вот как с базой данных. Вообще говоря, начиная с какого-то этапа, у нас работа в ревете, мы будем, грубо говоря, не вылезать со спецификации, время работать с таблицей, таблицей там и прочее. Завести коэффициент, умножить, этот перебить, умножить, дальше придумать может быть, может через динамо, про который мы говорили, может еще как-то придумать какую-то автоматизацию, которая таблицу Excel из там 100 позиций, автоматом забьет в 100 ревитовских наименований, ну там, допустим, 100 изделий, и у них у всех поменялась цена, ну мало ли там что. Такие задачи автоматизируются, но вот здесь уже, вот это вот на уровне программном. Ну вот, примерно так. Вот, примерно так. Вот, в общем, краткий итог. Друзья, у нас, ну я частично повторяюсь, вот на курсе нас ждет построение BIM-модели на KG и KM. Многие вопросы ваши, они очень, ну очень близко, считайте, что входят в курс, там, завести там туда цену, завести то сюда, пятое-десятое. Вот. Программа такой просмотрщик всего, просмотрщик, скажем, ну такая вот, как бы, такая сборка. Если мы не хотим особо ничего делать, а хотим проверять, что кто-то сделал правильно, кто-то эти сделали в ревете, эти в архикате, эти еще где-то, и мы хотим всем этим управлять. Это вот, наверное, для вас. Я думаю, что это программа Navisworks. Вот. И вам я советую прям, еще прям предельно четко сформулировать набор вопросов и обратиться к моим коллегам из фирмы прорубим. В общем, прорубим тоже не единственная фирма, ну так, одна из пяти, наверное, в Москве, который таки. Вот. Не знаю, чего еще говорить. У меня тут что-то произошло с чатом, уж не знаю. Вот. Друзья, ну все, наверное. Если есть личные вопросы по архитектуре, можем слегка посидеть, но не хочет. Я с вами не прочь. Смотрите, тоже правильно вы говорите. Шаблоны, есть набор вшитых шаблонов, в них работать нельзя. Ну, можно, но это колхоз, где вообще-то для. Вот. Кто делает шаблоны? Шаблон делает БИМ-сообщество. Такие же люди, как я, как вы, как мы все. Вот это то, что я показывал, это переписка, это все. Есть готовые, хорошие шаблоны для архитектуры, для КЖ, для КМ, для инженерки ОВК, и вот-вот уже, скорее всего, появится шаблон для электрики.